На крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так криво. Дворец. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Сегодня мы с вами продолжим экскурсию вглубь веков во времена царя Алексея Михайловича Тишайшего. У него было две жены и 16 детей. Первая жена Мария Ильинишна Милославская. После ее смерти были устроены смотрины, и царь выбрал Наталью и Кирилловну Нарышкину, который давно уже приглядел для себя. А правили страной в разное время дети от первого брака Федор, Софья, Иван и Петр Первый от второго брака. Было у Алексея Михайловича всего 16 детей, 10 дочерей и 6 сыновей. Да вот беда, дочери рождались сильными, здоровыми, а сыновья слабыми и болезненными. И только самый младший царевич, Петр Алексеевич от второй жены, выстоял среди жизненных бурь и Россию на весь мир прославил. Учиненный империум. Царь Алексей Михайлович впервые в истории России распорядился всех своих детей и царевичей, и царевин учить вместе. И учитель к ним приставил необычного, самого образованного в государстве, ученого-ярмонаха Симеона Полоцкого. Царских детей стали обучать по-новому на европейский манер. В числе прочего им преподавали иностранные языки. Но и про старинно-обычие в их обучении не забывали. Царевичам преподавали военное дело, ставили на горох за провинности, бороли розгами, чтобы науки запоминали и старших почитали. Симеон Полоцкий полагал, что новые знания лучше усваиваются в форме зрелищ и игр. Так при царе Алексея стали разыгрываться первые интермедии. Популярностью пользовались также и потешные книги, то есть рукописные с картинками. Царевичу Петру Алексеевичу подарили первую книгу в год, но так как он сам читать ее не мог, то вслух читали ее приближенные царя. Обучение же чтению царских детей начиналось в возрасте пяти лет. К моменту вступления на престол царские сыновья были подготовлены к основным задачам, которые стояли перед правящим государем. Они могли показать свое благочестие в церкви во время праздничных служб и шествий, принять решения по челобитным и другим документам, поступающим на их имя, достойно принять иностранных послов, а также возглавить войско во время военного похода. В те времена царь, который мог руководить военными и судебными делами, считался образцовым государем, достойным уважением поданных. Для всех остальных дел существовали государственные служащие, бояре и приказные диаки. Кстати, так как Симеона Полоцкого во дворце уже не было, когда Петру Первому исполнилось три года, то его обучением занимался дьяк Иван Зотов. А вот по этому длинному переходу можно было сразу попасть из мужской половины, из половины детей на женскую половину. И вот мы на женской половине. Обратите внимание, как красиво расписан потолок. Алексей Михайлович в русской истории был очень обаятельной личностью. Он любил и баловал детей, жен, особенно во второй. Он не чаял души и старался ее всем-всем радовать. Алексей Михайлович многое брал из западного образа жизни. Из своих походов привозил шкафы, заменяя ими привычные сундуки. До него шкафы на Руси не использовали. Часто шкафы и гобелены получал в подарок. Мы с вами находимся в престольной палате царицы, которая очень отличается от престольной палаты царя. В 17 веке любили все яркое, пестрое, сказочное. И обратите внимание, какие здесь стены, печь, потолок. Очень интересно расписан потолок. На потолке аллегории времен года. Они выполнены в очень интересной манере. Мы привыкли, что части света изображают в женских образах. А здесь четыре времени года изображают мужчины разного возраста. Зима представлена в виде старика. Весна – это юноша, почти мальчик. Осень – зрелый муж. Лето – молодой мужчина. Престольная палата царицы существенно отличалась от престольной палаты царя. Замкнутый образ жизни женской половины семьи царя и общее положение женщин в допетровскую эпоху не позволяли им часто видеть посторонних. В повседневном быту царицу посещали только лица женского пола, а из мужчин – близкие родственники и священнослужители. В этой палате государьня проводила приемы по поводу своих именин, рождения наследника, именин детей, Пасхи, Рождества, ну и других важных праздников. На эти приемы допускали женщины, но иногда бывали и мужчины. И в этом случае на приеме присутствовал сам царь. Он стоял рядом, мог принимать выборных с подарками от разных слоев общества. Не только, кстати, знаете, в этой палате бывали выборные от купцов и горожан. Вы обратили внимание, что на женской половине печи имеют уже округлую форму? Не догадываетесь, почему? Чтобы дети, которые здесь часто бывали, не поранились об острые углы во время игр. Посмотрите, блюдо в шкафу, Делфт, Голландия. Ничего вам не напоминает, только цвет. А вот смотрите, какие замечательные ларцы. Да, ларцы. Ну это маленькие ларцы, вот сейчас все маленькие. А вот это уже побольше ларец. Двое из ларца. Ведение царицыной мастерской палаты находили золотошвейные мастерские в Кадашевской и в Хамомнической Слободах Москвы. Государная должна была раздавать уроки, то есть задания, поручения мастерским и принимать их работу. Если работа была сделана плохо, то она сама должна была показать, как сделать хорошо. Царица была мастерицей из мастериц, лучшая вышивальщица и рукодельница. Должна была уметь блестяще работать углой. Все вышивальные работы в Царицыной мастерской делались для дворца или для церкви. Шитые иконы, погребальные пелены. Среди мастериц существовала и конкуренция. Вот вышивки. Какие красивые здесь вышивали в основном. Но я хочу сказать, хоть и много окошек, но они такие не то, что сейчас прозрачные. Как-то здесь темновато. Да, и слюды. Но слюдяны окошки. Как у нас в сказке, да? Посмотрите уже, какая одежда, меховая шарапка. Как ушанка у нас. Муфточка. Красиво такое все. Ну что ж, пойдем дальше. Вот это вот молельно уже для царицы. Молельно. И вот, посмотрите, какой здесь красивый опять печь. Печь. Молельно. Печень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите, какая красивая столовая палата Ну, конечно, здесь царь в середине сидел Столы вот такие раздвигались И, конечно, здесь, опять же, очень много красного, золота И потолок А посреди потолка огромная люстра от ясного солнышка Вокруг всё, все 12 месяцев Вон близнецы Ован, рыбы И вот так вот расписано всё Красота потрясающая Все мы с детства слышали Сначала в сказках, а потом на уроках истории О том, что в царские времена На праздники устраивались грандиозные перы Но мало кто знает о том, какого размаха Они достигали на самом деле Перы, которые устраивали в честь важных в государстве событий Религиозных праздников По случаю приезда важных заморских гостей Поражают воображение И по сей день Вилок и ложек в те времена не было Ели руками Чтобы справиться с твёрдой пищей Гостям раздавали ножи Салфеток, кстати, тоже не было И руки приходилось вытирать Или краем скатерти Или капустными листьями Или вовсе о собственную бороду Пир в среднем мог продолжаться От шести до восьми часов Но были гуляния, длящиеся несколько дней Пир начинался, когда в зал вносили первое блюдо Обычно это были холодные закуски Соусы, копченые продукты, солени Вместе с ними подавали заливное, балык, икру разных видов После закусок в зал вносили дичь Часто для пиров жарили лебедей Целых косуль на вертеле Олени, медведи, кабанов Из рыбного плю подавали Жареных целиком осетрин, белук К рыбе на гарнир давали каши Вместе с кашами выносили уху Порой на таких мероприятиях Можно было попробовать До 25 Различных видов ухи Следом гостей угощали мясными и рыбными пирогами Из напитков больше популярностью Пользовались квасы, пиво, сбитни, вино Водки в те времена было мало Ею угощали либо совсем понемногу Либо берегли для самых дорогих гостей А на десерт выносили всевозможные сладости Пирамиды сложены из фруктов и ягод Самыми последними выносили разгонные пряники Получивший такой пряник Гость понимала, что пора собираться домой Мои любимые из росы Мои любимые из росы Красота Да, дорогие друзья, я попала в сказку Снимаю, снимаю Еще можно много что снимать Я нахожусь просто в чудесном месте И не знаю, может быть, даже так много получилось Что и на две серии Но это сказка Во-первых, это наша история Во-вторых, это просто сказка Русская старина отлилась в законченные поэтические формы Именно в царствовании Алексея Михайловича Это был золотой век Древней Руси И когда мы говорим о старине На память сразу же приходит Яркое, узорчатое, многоцветие палат И яркая одежда бояр Которую сохранил для нас на своих картинах Билибин Избитень я уже ела Теперь буду есть буревскую кашу Ах, какая красота Изюм, орехи, если вы помните Вкуснотища Какая вкусная каша Ничего не осталось Как вам понравилась прогулка, мои дорогие друзья Напишите, пожалуйста Ваши комментарии мне всегда очень важны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому